очень многие задают вопрос как самостоятельно открыть американскую визу ну во-первых зачем очень много компаний которые хотят при подаче новых кандидатов чтобы у них уже была американская виза уже сделанная готовая зачем во первых они не хотят тратить свои деньги на то чтобы открыть вам визу то есть это порядка 160 долларов консульский сбор плюс дорога до киева если вы открываете визу в первый раз плюс они оплачивают деньги еще разумеется агентам американским которые выдают приглашение поэтому затраты достаточно существенны для компании вторая причина это потому что просто может не хватать времени то есть очень срочная посадка виза даже с учетом упрощенной процедуры и открытия выдается не ранее чем через 10 дней для тех кто получает визу первый раз или те у кого прошлая виза была открыта на один год то есть им повторно нужно явиться на собеседование в киев таки вовсе время на открытие визы составит две две с половиной недели их записывают на интервью то есть им назначается дата они приезжают киев потом возвращают документы службы тнт для моряков без опыта то есть для тех кто вообще никогда в море не работал первую американскую визу выдают на один год для тех кто уже имел опыт работы сразу практически всегда выдают на пять лет очень важный момент американскую визу нельзя получить без контракта с компанией ship manager поэтому многие думают что предоставив какой-то липовый контракт они смогут получить визу главное на самом деле это не контракт ship manager главное это приглашение от американских агентов от компании которая зарегистрирована на территории соединенных штатов сотрудничает ship manager и ручается за то что вы действительно собираетесь планируете сесть на судно и не собираетесь эмигрировать на самом деле американскую визу часто заказывают заранее наперед на будущее то есть агент камни компания ship manager подтверждают что допустим посадку моряка будет новом орлеане но он получает американскую визу но на самом деле он не летит новый орлеан он летит примеру на судно в японию в штаты там это рожка зайдет там через месяц или полтора то есть получается что многие компании оператора судов и также агенты с которым не сотрудничать попросту обманывают американское консульство то есть да действительно моряк в штатах побывает но это будет не в те даты и возможно даже не на том судно мне на том судне которое указано в приглашении от агентов поэтому для того чтобы самостоятельно открыть американскую визу вам нужно найти контору потому что это не будет какой-то большой крупной компании потому что они так бы вам ее открыли в случае необходимости то есть вам нужно будет найти какой-то крюинг либо в киеве есть определенное число таких фирм которые по скажем так липовым контрактам и настоящим приглашением от агентов с которыми они сотрудничают штатах открывает вам американские визы что также нужно понимать что отсутствие у вас американская виза не является причиной не работать на судах которые заходят штаты вам просто нельзя будет в этих портах сходить на берег также нельзя будет осуществлять вашу смену в американских портах потому что для этих целей вам как раз и нужна виза c1d если обобщить то для того чтобы получить американскую визу вам нужно либо трудоустраиваться в ту компанию которая откроет вам ее в любом случае либо находить как я уже сказал какие-то сомнительные полулегальные конторы ну скажем они могут быть легальными но деятельность в отношении американских виз является полулегальной которые вам за достаточно крупную сумму денег смогут открыть американскую визу вы у вас будет на руках контракт с шип-менеджером у вас будет приглашение американских агентов но на самом деле вы никуда никогда не полетите от этой компании эти агенты вас никогда не будут встречать что вам тоже нужно знать что консульство сша очень очень тщательно проверяет компании агентов которые присылают им приглашение то есть компания агентов находящихся в соединенных штатах этим кстати очень часто обусловлены и так называемые административные рассмотрения когда получение вашей визы затягивается там вплоть до 15 дней у них есть определенный график проверок причем проверяют они как новые компании агенты которые совсем недавно занимаются этими услугами так и компании агенты которые отправляют приглашение на моряков там в течение 10 или 15 лет поэтому подобного рода компаниям которые открывают визу опираясь на приглашение от американских агентов стоит очень тщательно подходить к их отбору потому что вполне возможно что если компания агент выдавшая приглашение покажется консульство сомнительным то моряку откажет получение визы многие также спрашивают повлияет ли вот это вот сомнительная схема открытия американской визы на то что они могут попасть так называемый blacklist консульства сша что будет с вами если компания ген по каким-то причинам вдруг выдав вам приглашение на повторный запрос консульства не подтвердит того что вы едете в штат соединенные штаты вам просто откажут в американской визе никто вас в blacklist и вносить не будет было там всего несколько случаев когда у агентов происходил сбой в системе и они при запросе американского консульства не подтверждали что они выдавали такие-то приглашения на таких-то моряков этим морякам соответственно не выдавали американские визы но когда выяснилось в чем дело была подана апелляция и они все-таки эти визы получили причем это были оба моряки без опыта поэтому если бы действительно всех моряков вносили в какие-то черные списки то визы в этом случае бы не были выданы вообще если же вам отказали по какой-то другой причине то есть посчитали вас несмотря на вашу карьеру моряка или еще не состоявшуюся карьеру моряка иммигрантом то есть предположили что на самом деле вы хотите иммигрировать то следующий раз документы вы сможете ну подать вы сможете их и раньше но рекомендуется подавать их через один год вполне вероятно что в этот раз визу вам откроют такое тоже бывает сам принцип работы консульства сша и визового отдела в частности такое что каждый человек украине с частности рассматривается как потенциальный иммигрант и вы на собеседование предоставляя документы должны доказать то что вы не собираетесь эмигрировать соединенные штаты и там жить то есть ваша цель доказать что вы действительно моряк собеседование которые там проводятся они могут носить как совершенно формальный характер то есть вам у вас даже никто не будет ничего спрашивать так допустим моряков которые вообще в рейсе не работали могут задавать им определенные вопросы чтобы понять правду ли они говорят поэтому самое главное в консульстве никогда не врать отвечать только правду то вам виза лично вам не нужна виза нужна компании на которую вы работаете то есть правило компании требует чтобы у вас была американская виза потому что вы моряк вы не турист вы не собираетесь никуда езжать то есть вам виза лично вам она не к чему это требование компании перед подачей ваших документов в консульство компания агенты агенты на украине или компания shop-менеджер заполняет на вас анкеты анкеты эти достаточно объемные но вопросы там как правило общего характера поэтому все что вам нужно знать это на собеседование над какой компании вы работаете либо планируете работать на какое судно едете в какой должности в каком порту у вас будет посадка и в какую дату как правило все эту информацию вам предоставят перед тем как вы поедете в консульство теперь вернемся еще раз компаниям агентам которые выдают приглашение так вот как я уже сказал моряка в черный список блэклист носить никто не будет а вот компанию агента которая регулярно выдает приглашение морякам после чего они не едут на эти суда на которые были выданы приглашения не работают с компаниями shop-менеджерами на которой опять же были выданы им приглашения то вполне вероятно что вот именно компанию агента занесут черный список об этом становится известно самим американским агентом поэтому если они работают прозрачно они могут предупредить своих компания партнеров на украине что допустим какой-то промежуток времени пока они не предоставят какие-то документы консульства сша у них могут быть проблемы с открытием виз тем рекам на которых они выдают приглашение оформляя американскую визу через таких вот посредников всегда есть какая-то вероятность того что визу вам не выдадут из-за проблем с американскими агентами в случае решения об отказе от открытия вам американской визы вы теряете абсолютно все деньги то есть это консульский сбор 160 долларов но там по их своему курсу это 165 долларов примерно вы теряете также деньги которые вы отдали компании посреднику за открытие визы это может быть нам от 50 до 200 долларов также вы теряете деньги которые вы потратили на проезд до киева если вы открывали визу в первый раз или прошла визу вас была открыта на год то есть скажем так долларов 400 450 вы вполне можете потерять как я уже говорил следующую попытку открыть американскую визу вы можете сделать примерно через один год вообще сейчас сама процедура открытия американских виз для украинских моряков упрощена до предела то есть все это можно сделать в электронном виде вы платите 160 долларов которые входят также доставка ваших документов и в киев и из киева обратно ваш город службы доставки тент и если ваша прошлая виза была открыта после там по моему 20 декабря 2007 года то и ну естественно у вас уже после этой даты снимали сканировали все отпечатки пальцев то есть не только больших пальцев во всех 10 пальцев то вам в киев ехать не придется весь вопрос открытия визы решается как я уже говорил через службу доставки с которой работает консульство сша а если же вы визу открывали раньше то вам в киев ехать придется отказы по визам сейчас случаются крайне редко то есть вот за последние три года например был всего один отказ это он был вызван сбоем в системе агентов я не знаю как обстоят дела у тех компаний которые работают с вот этими множественными фирмами агентами в сша которые скажем так не являются благонадежными с точки зрения консульства возможно там отказа случается чаще но если вы работаете с нормальной компании с нормальными агентами то отказов практически нет если вы обращаетесь в подобную контору для того чтобы открыть американскую визу хотя бы поинтересуйтесь у них с какой якобы в компании шип-менеджера у вас будет заключен контракт вы можете посмотреть в интернете насколько это крупная компания если эта компания которая оперирует нам одним или двумя судами то скажем так есть вероятность того что визе вам могут отказать компания маленькая если постоянно с этой компании работы то получается через эту компанию проходит якобы на трудоустройство большое количество моряков это в какой-то момент может насторожить как на компании у которой всего два судна каждый месяц открываются визы морякам 10 или 20 людям то есть что у них каждый месяц меняют полностью экипаж и обязательно всем открывать американские визы естественно всем будет понятно что это липа но американское консульство в отношении моряков очень часто закрывает глаза то есть на все эти нюансы потому что все прекрасно понимают что такое судоходный бизнес иногда визы нужно открывать действительно заранее перед контрактом несмотря на то что судно зайдет в штаты в средине контракта все прекрасно это понимают поэтому пытаясь открыть самонастоятельно американскую визу вы не рискуете ничем кроме своих денег и того что в случае отказа вам придется еще ждать один год да действительно в некоторых случаях наличие американская виза особенно у рядового состава может приблизить их посадку на судно на очень большой срок то есть потребуется рядовой с американской визой и вы улетите на судно через два дня поэтому если у вас есть возможность устроиться в компанию которая гарантированно вам откроет американскую визу я вам советую это сделать потому что вы из этой компании может уйдете после этого контракта но у вас будет американский виза на пять лет в любом случае это хорошее преимущество